Через две недели россияне и граждане бывших советских республик будут отмечать 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Уже сейчас в учебных заведениях идут мероприятия, посвященные этому празднику. Так, в Люберецкой школе номер 9 прошел военно-патриотический фестиваль «Нам этот мир завещано беречь». На нем школьники показывали творческие номера, читали стихи, представляли исследовательские работы. В Люберецкой школе номер 9 дети одеты во фронтовую форму. Это часть их подготовки к уже ставшему традиции военно-патриотическому фестивалю под названием «Нам этот мир завещано беречь», который проходит в преддверии Дня Великой Победы. Об этом мы должны говорить всегда, мы должны помнить подвиги, победы наших дедов, наших бабушек. Здесь не только лично мое желание, да, это желание педагогов, это желание ветеранов, это даже желание детей. Фестиваль объединяет детей из разных учебных заведений. Например, Ксения Типикина приехала на праздник из 48-й Малаховской школы. А вообще для школьников, для детей важно участвовать в таких военно-патриотических мероприятиях? Да, чтобы каждый из детей помнил и знал о том, что было. И благодаря героям и ветеранам мы сейчас живем без воин, и все хорошо. Почетные гости праздника – ветераны Великой Отечественной войны. Мария Воробьева приехала рассказать ребятам об опасностях военного времени. Пусть помнят, помнят, как говорится, пока живы, пусть все помнят, запоминают. Это очень-очень опасно их было. В программе фестиваля творческие выступления, где ребята поют песни о войне, лектории по исследовательским работам, которые школьники готовили на основе известных исторических данных, а также чтение стихов. Старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла. Я не знаю, как написать ей, чтобы она тебя не ждала. Мы приглашаем всегда на это мероприятие ветеранов, ребята соседней школы, творческие коллективы, чтобы они воочию, скажем так, прониклись действительно тем временем, той действительно настоящей победой. И когда они находятся в сюжете, скажем так, да, они действительно проживают все сердцем. По официальным данным, в Великой Отечественной войне погибли более 26,5 миллионов советских граждан. 9 мая россияне будут отмечать 73-ю годовщину победы. Готовятся массовые мероприятия. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.